Молот доказательства новый предмет в вашей вкладке поручений, который служит нам неким аналогом приманки или чаши из прошлых сезонов. У него есть своя система прокачки и принцип работы, так что давайте поговорим о нем подробнее. Получить молот можно после прохождения коротких сюжетных поручений и после того как вы дважды пройдете поля сражений. Активность по отстрелу кабал в промышленных масштабах. Давайте немного уделим внимание этой активности прежде чем пойдем дальше. Запускаются поля сражений с орбиты в разделе авангарда, режим рассчитан на трех человек и если у вас нет команды игра подберет вам случайных напарников. Сейчас на старте сезона битвы разворачиваются на Нессе или Европе. Дальше появятся другие локации. Сама по себе механика простейшая. Во время жаркой перестрелки с легионами кабал вам нужно пройти по нескольким локациям или этапам. В первой вам нужно убить трех мини боссов и получить из них ключи, которые разблокируют специальный терминал. На втором этапе вам нужно убивать боссов, из которых будут выпадать релики бомбы, которые вы будете швырять в специальной батарее кабал. Тут активность очень напоминает кузницы черного арсенала. После уничтожения трех зарядов появится босс и просто тонна кабал. Мобов тут реально очень много, так что готовьте свое самое крутое оружие для зачистки. В финале вас ждет несколько сундуков и значит пора вернуться к молоту. Молот необходим нам для получения наград в той самой сезонной активности. С его помощью мы можем заработать специальный сезонный лут. Оружие, броню и впоследствии это позволит нам получать эти награды из сфокусированных теневых энграм. Развитие улучшений позволит вам получать различные бонусы, которые упростят процесс фарма. Итак, в первую очередь вам понадобится золото кабал. Ресурс, который вы сможете вставить в молот с самого начала, благодаря чему после прохождения об сражений разобьете сундук с наградой и получите лут и заряд молота. Добыть золото можно почти в любой активности. Налеты, гарнила, гамбит, открытые мероприятия. Мы бегали в налеты и в гарнила. За один налет можно получить до 14 золота, за матч хаоса например 8 золота. Когда нафармили немножко золота, открывайте меню молота и вставляйте его в специальную ячейку. После чего отправляйтесь в активность поля сражений и проходите ее. Когда вы уничтожите босса, перед вами появится несколько сундуков, которые открываются эффектной анимацией. Разбив их, вы получите заряд молота. Они будут отображаться при наведении на его иконку в вашем инвентаре. Заряды эти будут использоваться вами для фокусировки теневых энграм в штабе шлем. Так что если супер коротко, вы формите золото кабал, вставляете его в молот, потом проходите поля сражений, разбиваете наградной сундук и получаете из него заряд молота, который сможете использовать для фокусировки энграм на лут в преобразователе. Не каждая теневая энграма конечно потребует заряда молота, так что вы все еще можете фокусировать некоторые энграмы, например, на оружие или броню из открытого мира за 5 легендарных осколков. Некоторая же фокусировка и вовсе откроется после прохождения небольших испытаний типа убийства из лука и снайперской винтовки. Теперь давайте взглянем на улучшения молота, которые доступны на командном терминале. Система абсолютно идентична той, что можно увидеть у Варикса на Европе. Три уровня улучшений, каждая из которых либо увеличит число зарядов молота, либо улучшит шанс выпадения сезонного лута и так далее. Их тут много. Для того, чтобы разблокировать эти ячейки, вам нужно повышать уровень репутации командного терминала. Сейчас вы можете получить три средних набора репутаций за сезонные испытания, меню которых находится во вкладке поручений. Выполнив любое из них, вы повысите репутацию и откроете доступ к бонусам. Дальнейшие новые испытания на репутацию будут появляться каждую неделю, так что по сути вам нужно просто выполнять их как еженедельное поручение. Если что-то пропустите, сможете наверстать позже до конца сезона, не переживайте. Ну и конечно, по достижении определенных рангов репутации, на столе вам будут доступны специальные бонусы и предметы. Новые моды брони, эмблема или экзотический корабль. По сути, это пока что все вводные, что нужно знать про молот и новую активность в первые дни сезона. Но не исключено, что мы еще поговорим на эту тему позже, когда будут открываться новые бонусы. В комментариях напишите, о чем хотите услышать в следующем видео, какие вопросы возникают чаще всего, больше времени уделить теневым анграммам или изучить новое оружие. Пишите и чтобы не пропустить новые видосы, жмите подписку. Услышимся в следующем ролике.